Несколько месяцев напряженных матчей и высокий градус борьбы. Юные футболисты Анапы подошли к финальной черте турнира «Звезды нашего двора». На стадионе «Спартак» торжественная церемония награждения. За последние 2-3 года, надо признаться, и управлением, и городом, сделано для развития детского футбола достаточно много. Проходит настоящее перенцо не за два дня, а за два месяца. Это очень важно. Это очень хорошее начинание. Может быть, не так для мастерства, как для отвлечения детей от улицы, от плохих каких-то намерений. Так что мы с удовольствием сегодня наградим лучшие команды и лучших ребят, которые там принимали участие. 99 матчей и более 800 забитых мячей. За медали состязаний боролись 23 команды в трех возрастных категориях. Свидетелями славных побед и горьких поражений стали дворовые площадки Центра развития спорта в различных районах Анапы. Итоговый праздник получился по-настоящему ярким. Юных Даравани чествовали на чемпионской красной дорожке. Спасибо Александру Сергеевичу, что это все сделал нашему тренеру. Я вратарь. И на матче мне было как-то комфортно. Особенно мне кайфово, когда вся атака там, к нам никого не пускают. Помимо общекомандных, игроки получили личные награды. Отдельных аплодисментов на церемонии удостоились родители футболистов. Папы и мамы поддерживали маленьких спортсменов на каждом матче, несмотря на раннее время и выходные дни. Спасибо управлению по спорту. Потому что именно дворовому футболу, вот начиная с прошлого года, уделяется очень много и времени, и в плане организации очень много проводится турниров. Входят двое детей в наш футбольный клуб дворовый. Им очень нравится. Старший ждет тренировок, младший теперь тоже ждет тренировок. У нас отличный тренер Игорь Николаевич. И мы очень ему благодарны за то, что он всю душу отдает нашим детям. Ура! Ура нашему футболу! Заслуженные награды также достались тренерам. Спортивные наставники, как вторые родители, практически ежедневно развивают ребят физически и ведут к новым победам. Количество занимающихся ребят футболом сейчас также выросло, растет количество. Более двух тысяч детей вообще в целом. И в частных клубах занимаются, и в муниципальных спортивных школах у нас в Анапе занимаются ребят. У нас уже три команды играют на краевых соревнованиях, три взрослые команды, мужские, играют на краевых соревнованиях, успешно в футбол играют. Чемпионат города проходит, у нас 11 команд играют в футбол. То есть во всех возрастных группах футбол получил свое развитие. Перспективы большего развития подтверждает и недавняя новость о возрождении Спартака-Напа. Возвращение легендарного местного клуба не только станет вторым дыханием для футбольной жизни курорта, но и мотивация для молодых спортсменов заявить о себе в родной команде. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа.Регион.